Коллеги, приветствую, с вами Александр и на сегодняшнем обзоре мы детально разберем золото. Мы разберем условия, при которых цена золота достигнет 2700 и дополнительные условия, при которых рынок у нас все-таки начнет коррекцию, что мы предвидели падение золота на ближайшую торговую неделю. Стоит отметить то, что данный прямой эфир у меня проходил в эту субботу, а значит, если вы хотите изучить еще дополнительные точки входа в рынок, такие как нефть, доллар-рубль, серебро, биткоин, тонкоин, солана, то вы можете перейти на мои социальные сети, ссылка в описании, и, соответственно, еще посмотреть последнюю мою трансляцию, чтобы уже посмотреть и в большей точке входа в рынок на ближайшую торговую неделю. Так что перед началом обязательно подписывайтесь на канал Amarkets, и мы с вами можем начинать. Ну что же, золото у нас обновляет свой очередной хай. О чем хотелось бы поговорить более с месячной тайфрейм, потому что такой анализ не один, не из легких, потому что мы обновляем свои хай. Обратите внимание, которое я построил, нашел угол наклона. То есть вот у нас восходящий импульс, вот у нас рынок бился по поддержке, и вот у нас сейчас цена дошла четко по тени предыдущего максимума с сентября 2011 года. То есть когда цена у нас вот тоже подошла, и сейчас золото находится на вот этом пике, а рынок еще не корректировался. Вполне скоро будет ожидаться такой сброс коррекции, то есть мы о нем поговорим, потому что мы находимся на месячном вот моменте, да, то что рынок у нас скоро уже будет закрывать месячную свечу. И если цена у нас все-таки сможет и прорвать вот эту линию сопротивления, окажется снаружи, то там золото еще у нас там дальше будет расти. Вот, но на данном этапе, я думаю, рынку все равно нужно зафиксировать вот эту прибыль, которая у нас уже длится хороший такой период времени, вот у нас движение прям хорошее, такое импульсное, не говоря уже о начальных этапах. Так что коррекцию как никакой рынок должен тоже учитывать. Вот, я что еще подготовил заранее? То есть я разработал закономерность на графике, нашел скрытые уровни, например, по золотому течению Fibonacci, при определении которых можно определять новые исторические хаи. То есть как мы это делали в течение двух недель с моими учениками на закрытых каналах, закрытых торговых условиях, где определяли новые хаи на золоте. Вот, и здесь сейчас до эфира я подготовил интересные условия. В случае, если у нас все-таки рынок будет обновлять новые максимумы, стоит учитывать важный момент, то что мы находимся на линии сопротивления месячного таймфрейма, то есть вот заведомо уже понимая то, что сейчас мы прямо находимся на моменте, когда рынок думает, да, как себя поступать, вести, то на маленький таймфрейм часовых с очень такой осторожностью стоит учитывать следующий момент. Если у нас прорывается 26.85, тело свечи закрывается за ним, то следующая цель у нас 27.38, но перед этим вполне рынок может использоваться как уровень коррекции мощный 27.15. Коррекция вполне может попробовать, потестировать как ретест 26.85, предыдущий наш максимум, а там и 27 уже 38 оттолкнувшись, но может и коррекция более быть глубокой. Так что это вот следующие торговые условия для золота на ближайшее время. Теперь, чтобы нам понять, какие интересные закономерности уже появляются для коррекции, здесь у нас в понедельник ждет следующий момент, то, что у нас вот пробилась поддержка, вот хорошенькая поддержка такого рынка, рынок его прорвал, хорошие такие звоночки на медвежьи условия. Мы знаем, конечно, случаи, когда цена у нас просто игнорирует все факторы, какие-то новости произойдут в мире, которые повлияют еще больше спрос на золото, и рынок начнет укреплять свои позиции. Но на данном этапе с технической стороны видим то, что у нас обновляются минимумы, вот у нас минимумы идут на понижение, максимумы тоже у нас идут на понижение. На частном таймфрейме видно у нас сформируется вот такой вот коридорчик нисходящий. Сейчас мы о нем более подробно поговорим. Перед этим изучая четырехчасовой таймфрейм. Куда стоит ждать в ближайшее время у нас то, что рынок будет целиться, куда он будет планировать у нас упасть? Я бы взял бы первое, то, что у нас есть от минимума 11 сентября по минимуму, который у нас был 19 сентября. То есть я вижу то, что рынок у нас использовал данную поддержку, которую он отскакивал от нее. Скопировав ее, мы поставим на линию поддержки, сопротивления уже на верхнюю границу. Что хорошо, то что мы видим, то что рынок у нас использовал ее, с ней рынок взаимодействовал и отскакивал. То есть это ближайшие цели, которые рынок у нас попробует дойти, это как раз до линии поддержки от зеленой, вот в этой области. Далее, чтобы мы учитывали дальнейшее движение цены, мы должны предусмотреть, как рынок себя в дальнейшем поведет. Так, сейчас мы с вами будем рассматривать следующий момент. На часовом таймфрейме, мы, например, даже 30-минутный, мы можем уже подготовить такой вот коридор, который я вам уже показал. Вот возьмем от самого максимума и протягиваем вот так вот по телам свечей, вот такой вот резкий. В целях, чтобы учитывать, что цена у нас может здесь еще понемножку побиться и потом уже, например, двигаться вниз. Вот, учитываем вот эту траекторию, скопируем, например, и поставим вот так вот. То есть вот наш такой коррекционный коридор на ближайшее время. Ну, он же как бы, знаете, на младшей таймфрейме такой нисходящий тренд. То есть пока цена будет находиться в нем, мы учитываем то, что у нас рынок логически будет двигаться следующим образом. То есть рынок у нас будет предпринимать дальнейшие вот эти действия. Что стоит здесь учитывать? То, что у нас цена в последующем будет, когда у нас пока находится цена в этом коридоре, стоит предусмотреть то, что рынок у нас будет двигаться до линии поддержки, как мы вот разобрали. Что еще стоит учесть? То, что у нас, так как это у нас коррекция, мы должны предусмотреть то, что у нас рынок будет двигаться как коррекция. Нам нужно определить сетки Фибоначчи коррекционные уровни. Коррекцию мы можем взять от самого минимума, который у нас был в четверг, и до самого следующего максимума, например, который у нас был в пятницу. То есть вот так вот. Вот. Мы что видим? То, что у нас цена прорвала 23,6. Явно хороший такой сигнал, то, что рынок у нас готов дальше ослабевать. Вот. И какие цели он будет сейчас предусмотреть? Первое. То, что целью рынка, я считаю, то, что будет у нас 38,2. Вот. Так как прорвали, хороший цена уровня 23,6. Он же еще являлся сильным ценовым уровнем, когда рынок у нас технически его показывал, не мог его преодолеть. И вот он его прорвал. То есть хорошее условие, то, что рынок у нас дальше захочет упасть. Есть такое похожее формирование на головой плечи. То есть вот на примере. Она такая спорная, но какую-то часть игроков вполне может привлечь. Например, левое плечо, вот она шея, вот она голова. Вот у нас здесь рынок, что-то вот тут отрывался, какое-то здесь вот плечо. Вот что-то вот вполне может быть. Не идеальное, подчеркиваю. Но сама идея, то, что вот смотрите, головая плечи надо продавать. То есть она вполне будет обоснована. Плюс вот эти аргументы, которые я рассказал ранее. Вот. Случай, если у нас цена дальше, например, там пойдет, например, вниз, да, например. И тут уже, конечно, нужно снова вернуться на 4 часа, чтобы наше, вот это условие было подольше, мы его могли рассмотреть. На, до конца недели хотя бы. То есть, хотя бы до нон-фарма. Так что здесь у нас следующий момент будет. Даже вот отсюда его возьму и проведу по следующим отскокам. То есть у нас вот такой, следующий бычий тренд будет после пробития зелененького. Вот так вот скопируем. И вот здесь. То вот так вот можем поставить. То есть у нас, как я думаю, сейчас понятная идея. Вот у нас оранжевый восходящий тренд. И вот этот зелененький у нас как импульс идет. И если рынок у нас его прорывает, то это явно уже сигнал, то что рынок хочет продолжить всю коррекцию, дальше, например, падать. Там, несомненно, что-то в области 50 фибоначи нужно учитывать. Прорывы. Где-то вот здесь. То есть у нас 26.16. И там рынок попробует потестировать уровень 61.8. То есть так вот лесенкой будет вполне спускаться. То есть если у нас все-таки прорывы увидим. 38.2, 50. Вот что-то вот так-то рынок у нас будет снижаться. Например, угол наклона, который мы нашли, красненький. Он может, несомненно, поменяться. Мы это увидим уже на следующей неделе. Как золото себя проявит уже. По этому же сценарию пойдет или нет. То есть мы это, я думаю, еще предвидим. В случае, если рынок у нас дальше прям агрессивно будет продавать, то я думаю, следующее, где цели стоит уже готовиться к фиксации, это уже в области 786 фибоначи 25.76. Так что цена у нас уже здесь. Вот подойдет к линии поддержки. У нас оранжевая. И там, соответственно, стоит ждать уже какой-то разворот. То есть, несомненно, то, что когда дойдет, стоит ждать уже движение вверх. Вот. В случае, если цена у нас и оранжевую линию пробьет, но это уже где-то нужно на дневном таймфрейме, чтобы произошло такое движение, то там уже у нас линия поддержки будет выглядеть следующая. То есть у нас закономерности на рынке заключается в том, что у нас прорывая каждую линию поддержки например, на более младшем, мы ищем ее на более старшем таймфрейме, чтобы понимать, в следующем, в каком моменте рынок у нас будет двигаться. И вот следующая у нас линия такая будет уже вот тут находиться. Мы ее вот так построим. Вот такой вот у нас восходящий тренд. И уже в этом случае у нас цена уже дальше будет падать. Но этот момент, я считаю, у нас будет более актуален, когда уже цена у нас прорвет оранжевый коридор. Попробуем в течение недели обсудить этот вариант. В моем телеграм-канале где-то я даю дополнительную торговую идею. Ссылка в описании можешь посмотреть, перейти туда. И уже там мы, соответственно, может на какие-то золото дополнительный угол наклона и определим. Может быть, торговую идею дополнительно сделаю. Вот. В принципе, золото так вот вижу. Если, например, на покупке, например, то здесь нужно посмотреть реакцию рынка, когда она прорвет уровень 26.63, даже 26.64, потому что вот ранее видите, цена у нас когда снизу вверх шла, здесь что-то попробовать понаходить. Но это нужно, чтобы еще рынок пробил как минимум вот эту красную линию сопротивления, вот этот угол наклона. Но даже с запасом взять вот так вот по теням вот такой вот угол наклона пробивается, тогда, да, еще вполне стоит учитывать уже укрепление позиции, то, что золото снова захочет обновлять хаи, то, что в бычьем тренде находится, что будет это обосновано. Так, ну что же, в принципе, вот золото поговорили, в ближайшее время, если резюмирую, я считаю, то, что будет какое-то коррекционное движение в рамках бычьей тренда, который мы сейчас определили на небольших таймферам, например, на часовых. выйдя из коррекционного коридора, уже стоит ждать позицию укрепления. Ну и там новые хаи, которые мы только что с вами обсудили. Коллеги, спасибо, что досмотрели до конца данный обзор, обязательно подписывайтесь на мои социальные сети, а также на мой телеграм-канал, где я еще в течение недели предоставляю дополнительные точки ввода в рынок по разным финансовым инструментам, которые пишут мне мои подписчики, но также я нахожу интересные торговые условия. Ну что же, до встречи, пока-пока.